Как не выйду, сразу кофе мука прошу. Пожалуйста, меня подвезите к ларёчку, да я пойду выйти-то скажу. Всем привет. Всем привет. А чё ты как-то, я в шапке, мне холодно. Юрын, чё-то уже не мёрзнет там ничего. Сьогодні мы ездили с Таней в паспортный сел из Венигородка. Я был вчера на работе и Таня в онлайн, короче, в интернете. Таня позаполняла заявку, там проплатила, всё, я порозпечатывал квитанции, приїхали, мы сьогодні в паспортный. Ну, прошлый раз, как мы делали Таню паспорт, да. Когда мне меняли паспорт на новую, на шпильку. Была трохи, якась... Может, не треба было менять на новое прозвище, мне так честно. Да, это типа знак? Да. Да, удобно сделали, что раньше, да, почему моя глупость тоже в том, когда... Ну, у меня были проблемы, у меня прописка луганская была, поэтому мне в любом случае нужно было в паспортный стол ходить, так не легко было сделать через онлайн. Хотя сейчас там группа есть, у вас паспорт, книжечка, выдано на оккупированной территории, поэтому, в принципе, я там и порешала. Порешала бы и тогда, но я не знала. А сейчас я уже поле менюсь, знаю. Давид? Ну да. Что это за удобство, я не помню. Мне важко телефон рукой держать, то я трохи... Ага, ну понял. ...під ногаю ногой, а Таня смеется. Ну, в общем-то, и получается, вот уже к загранпаспорту подготовлено подошли, и действительно очень удобно. Ну, там позаполнял такой номера паспортов, ну, минимум информации такой, то есть не пишешь тебе там годами какие-то заявы. И оплатить онлайн, тоже оплатила. Квитанции на почту. Ну, там квитанции по комиссии, квитанции по оплате, квитанции скрин делаешь, там на почту, можно сразу идти с компьютера и к принтеру подсоединенный распечатать. То есть я переживала немножко, думаю, как придем, мне начнутся там какие-то, а оно не действительно, пойдите там, заверьте в банке. Слава Богу, все быстро, да, мы там посидели. Да, четко все. Все, что я сделала, вот имея вот этот пакет документов, это роспись поставила и отпечаток пальца. И фотографировала. Не, что ты не улыбалась на фотку? Не, мне когда сказали фотографироваться, у меня так села бегом, вот у меня была заколочка, я ее отстегнула, короче, волосы так это. А вот сделала сама себе комплимент, потому что там высвечивалась фотография, где мне в 20 лет паспорт делали. Сказала, что почти в 30, ну какой почти 30, мне до 30 еще почти полгода. Ну, короче, через полгода будет 30, а я на старые фотки смотрю, там мне, кстати, 19. Намного лучше. Старше, чем, что это лучше, сейчас лучше смотрю. Ну, ты, я же говорю, на старые фотки, то есть на теперешние, намного лучше, чем моложе? Ну, не то, что намного лучше, но там я старше, там я полнее и за счет того старше. А тут такая же как? Ну, губки наделала, а уточка я потом. Я когда втореверсия серьезная, наверное, на паспорт. А, еще хотел сказать, еще мне это помогла онлайн-система, когда я получала, оформляла это детские на Артура. А, согласен. Я тоже не ходила, эти совбезы, там же, ну, просто у нас, вот, вроде бы мы все молодые, должны уже быть такие, извините, раздопленные. А многие все живут по тем этому, что надо уцепройти и сидеть в очередях. А, получается, когда в этом совбез, перед чем идти, когда нам выдавали боби-бокс, там даже тебе подсказка, как в онлайне оформить пошагово, да, эту. Мы там позаполняли, поносили, тоже дома, ну, сколько у нас, минут, наверное, 20-15, может, я не помню, заняло, может, меньше. И этот, и мы просто пришли, только где-то расписались. Да, она распечатала мою электронную заяву, я распечатала, и все говорят, там, детские приходили, там, месяц ждали, два, а мне, по-моему, неделю я ждала. Скоро. И пришли, и детские даже не ждала, только скоро. Поэтому вот тут Украина молодец, идем вперед, онлайн-система все-таки намного удобнее, чем лучше каждый немножко времени дома потратит в интернете, да, и мы сэкономим свое время и время работников. Да, и нервы. Самое главное нервы. Да, да, да. А, слушай, знаешь, еще будет вопрос, куда вы едете? Мы еще никуда не едем, но загран паспорта, я думаю, должны быть. Мы в ожидании предложений, куда вы едем, или куда свалим. Ну, не знаю. Не, не знаю. А вот ты говоришь, сейчас мы говорим за эти электронные квитанции и все остальное. У нас тут в соседнем селе Шестеринцы, мужик один тоже, он по приват 24 за свет, платит и все. И тут приносит секретарка, это он рассказывал мне, приносит секретарка цетлик и все. Вон оплачивает, что сделала, и шло за квитанцием. Он ей показывает там на телефон, вона говорит, что ты мне показываешь, мне квитанцию нужно. Он говорит, ну вот квитанция, я там проплатил в онлайне, в электронном виде, вот квитанция. Она говорит, ты мне каже, баки не забывай, ты мне нормальную квитанцию привезешь. Почему у нас народ как-то, ну я понимаю, нет, еще когда возраст, хотя сейчас, вот какой возраст, сейчас такое время технологий, что люди... Ну, в 70-70 год, он может шпилить лучше по компу, чем я. Ну, так видишь, поэтому, то не показатель, как бы, мне тоже, допустим, я в Шаркасах жила, там платила за коммунальные, ну когда как, за какие-то там, я платила через приват, то есть за какие-то там, ну, в городе там рядом пошел, заплатил вощаде, поэтому, не знаю, мне тоже. Мне все, я же говорю, я человек вот интернет-магазинов, интернет-проплат, интернет-покупок, вот кто у нас еще спрашивал... Жаль, что в интернете не можем примерить, да? Да, это, кто у нас спрашивал, типа, что дарите, не дарите, мы дарим или деньги, на которые люди что-то себе купят, или вот так тоже заказываем в интернете, да, и просто сразу даем, там оплачиваем доставку, сразу адрес получателя. Поэтому у нас, ну, такое, то, что там по мелочи, то, что тут по местности дарим, ну, то такое, я люблю больше, лучше, как и мне нравятся подарки, лучше всего и побольше, в плане, пускай это будут какие-то мелочи приятные, но на их будет больше. Ну, хотя бывают чисто конкретно что-то одно. Ну, опять же, снимать тебя мы не хотим. Почему? Потому что вот даже люди нам дарят. Я считаю, человек подарил нам. Мы рады, нам очень приятно. И тут я захожу в комментарии, и этого человека обгаживают. Ну, конкретно сейчас я говорю Наташе, которая вышла нам иконы бисером. Это такой трудный подарок. Люди есть разные. Нет, и там начали просто нападать, мерзость. И честно, я так сразу за Наташу распереживалась, боже, за человек все видит. Ну, Наташа, да, она реально расстроилась, но потом говорит, ну, знаешь, я подумала, ну, правда, ты же говорила, но есть такие вот неадекватные, там, я не знаю, кто это, хейтеры, сами по себе немножко не в себе. Поэтому, ну, мне это неприятно. Человек нам сделал подарок, и у нас на канале ее оскорбляют. Для меня это недопустимо. Да ладно, есть такие люди. Ты тут ничего не делаешь. Они всегда будут. Там правильно кто-то писал в комментарии, что вы не знаете, о чем у вас будет следующее видео, а есть люди, которые уже знают, что оно им не понравится. Ребенок, подарки, там, вот такие бла-бла-бла. Независимо от того, как я сказал, на него никто кланяться там не будет. То есть у меня отношение к религии, тоже самое берем еще за экран, у меня отношение к религии свое, таке специфичное, ну, я на него там уповать не буду. То есть мне просто нравится красивая работа, и я знаю, что она дорогостоящая. Человек делал от души, да, и поэтому. А что я говорила эту тему? А если мы будем свои подарки показать? Да это же Китай, ой, да это же не можно, это же не корызма. У меня магнитола в машине из Китая. Это там еще вот что-то, там все из Китая. И она работает, да? Извиняюсь, но нам тоже приходят подарки, даже неважно с какой страны, там все равно Китай написано. Мадыньчин, да? Потому что я вот тоже, когда еще работала на игрушках, и помню одна там мамочка, ну, такая, из обеспеченных, обратилась, говорит, что это за Чика, если это итальянская фирма, а написано Китай, что вы нас обманываете? И потом вызвали там, помню, начальца, директора. И, ну, мы, знаешь, тоже, когда были такие молодежи, они фигу знают, чего оно Китай. А они говорят, что в Китае есть вот такой ширпотреб, по сути, да? А есть, ну, все вот эти фирмы, неважно, и страны, да, тоже делают в Китае просто качественно. Потому что, говорит, вот ты игрушку, допустим, Чика, там, купишь за тысячу гривен, в Китае сделанной, а если те же запчасти, все, но она будет произведена именно в Италии, то она будет три тысячи гривен сует. Купишь, то ее за три, непонятно. Поэтому, короче, что-то у нас так, как я всегда говорила за руку, пришла Габрики, она и сады. Я так же, за это мне геть по барабану и расстраиваться не стоит, потому что, то таке, ну, мне понравилось, и все. А других интересовать не должно. Кому не нравится, хай там гадать, хай паскудить. А я хотів, я все-таки хотів сказать, мы говорили-говорили, я якось упустил слово сказать. Сегодня, когда мы ездили в паспортный, прошла поездка была, где Таня его обновляла, паспорт, ну, робили на иншу фамилию. Неудачно, потому что там, а что, а как, ну, трошки там работник, девочка тупила. Сегодня мы приехали, принял нас... Не, ну там что, в конце все хорошо закончилось. Принял нас парень молодой, мужик. Короче, мы с ним разговаривали. Таня, я сидел, что там... Два цих. Таня сидела за дверями и говорит, когда уже выйдете. То есть, мне понравилось, что принимают нормально тебя. Какой-то... не чувствуешь какого-то напряжения, когда сидишь. И можно поговорить и про машину, и про рыбалку. А люди в очереди ждут, пока там кто-то про машину и рыбалку. Не, ну мы делали свою работу, и мы говорим так, помимо. Понятно, конечно. Так что... Только что сейчас быстрее вышло, чем ты. Да нет, ну молодцы, все хорошо. Ну, кстати, если честно, не знаю, у меня и прошлый раз делал мальчик, но другой, который сидел, заходил. А сейчас и другой мальчик. Я хочу заметить, что паспорт нам в столе из Венигородки. Хорошие работники мальчики. Потому что к девочкам я не попала, но может и хорошо. Только одна там что-то консультировала, но немножко неправильно. А другая, тут мне за нее рассказали по истории целую кучу, что она всех посылает. Короче, кричать на всех забыл ее фамилию. Я вот заметил такую, так бы сказать, или бы закономерность, как это назвать. Когда ты попадаешь в место, где работает человек, который такой грубый и оскорбляет других людей. Ну так, может он такой есть поведением, как в аптеке была та девочка одна. То есть, когда до нее попадают люди в чергу такие, ну она видит, что они психологически нижче, чем она. Подавляет теперь. Да, и она видит, что их подавит, она делает. Но когда попадаешь, допустим, с таким кирпичным лицом до нее, и она что-то фыркает, и немного зубы покажет, то она сразу, будь ласка, конечно, пожалуйста. Добрый стоит очень. То это про себя, наверное? Как ты попадаешь на внешнем пути, то сразу становится это. Да нет, не только про себя. Просто, если человек, который работает с людьми, она должна быть приветливой. Вот и я всегда приветливая была. И, не знаю, и со мной. Ну большинство тоже были хорошие люди, добрые все. Да, у меня тоже большое количество людей напрягает, когда приходится постоянно с ними работать. Но, тем не менее... Не в каждом человеке есть что-то хорошее, ну почти. А плохое он показывает сам, правильно? Конечно. Я всегда во всех есть люди плюсы и минусы. И все мы знаем, что два плюсы перекрывают минусы. Да, но если когда человек сделает один великий минус, то и великий минус перекрещает все плюсы. Ты сказал давай хорошего, а сам взял загружу мою теорию. Ну что за... Мы негативим. Так что, поехали, короче, мы по кофеях, да? А я по плову. Сказала Даяна заедем, а я нахожу, а как раз плохо делаю. А Юра так зарядил, аначе я его дома не кормлю. Не, я халил в утром дома, а я все хочу. И ел первое и второе, и еще хочу есть. Это достаточно. Бо уже 12 часов. Да? Да. Ну ладно, давайте. Мы поедем. Все-таки. Давайте мы по кофеек. А я по кофеек, а я по плову. Все. Всем пока. Пока, пока.